Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос, сейчас отмечаюсь и не могу принимать ситуацию, которая пошла мне по моему плану. Долго страдаю и впадаю в общение, в том числе и в общении с интересными людьми. У меня прекрасная, насыщенная жизнь, я не обделена мучкой вниманием и, как считаю, имею нормальную сумасшинку. Но как только начинаю общаться с мужчиной, который мне не безразличен, начинается дикое тревожное состояние, когда мне не отвечают, мне нужно постоянно доказательство того, что я интересный человеку. Сама себе создаю эмоциональные качества. Подскажите, как снизить значимость таких вещей в моей жизни? Вообще говоря, у данного явления есть несколько, так сказать, оснований, несколько, так сказать, первопричин. И в первую очередь нужно выяснить первопричину. Я бы сказал, с точки зрения того, что вы написали, я бы сказал, что речь идет про то, что, несмотря на вашу насыщенную жизнь, она больше идет из головы. То есть эта насыщенная жизнь, она больше про то, как должно быть. То есть эта насыщенная жизнь, она больше про то, как она должна выглядеть. Но не про естественность, не про отклик, не про присутствие, не про то, где я в этом. То есть не про то, что мне нравится. А больше, именно, именно больше про то, а именно больше про то, как мне, как мне кажется. Больше про то, как оно должно быть. Понимаете, да? О чем я здесь говорю. И, соответственно, если вы, на мой взгляд, добавите себе больше жизни в то, что с вами происходит. Если вы добавите больше жизни в, ну вот, как-то в свою деятельность, вероятно, то вот в этом случае, в этом случае, как мне кажется, вам будет проще. Вот, в этом случае. А вот как-то так, на мой взгляд, это работает. Каким-то таким образом. А сейчас выглядит как то, что вы пытаетесь больше подстраивать. Ну, подстраивать. Вот. Сейчас выглядит это так, что вы больше пытаетесь именно подстраивать свою жизнь под то, как она должна быть. Какой она должна быть. Вот. Ну, эта история, в общем-то, во многом, связана, знаете, с таким, я бы сказал, ну, я бы сказал, заставлением себя. То есть вы себя здесь как будто бы заставляете, вы себя здесь как будто бы пытаетесь заставить, пытаетесь заставить себя жить какой-то вот определенной жизнью. И, соответственно, да, когда не получается, когда вот не получается у вас как-то вот дополнить вот этот образ, то вам становится больно. И напротив, 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 если вашей жизни будет больше, если вашей жизни будет больше в том, как вы живете, то, на мой взгляд, вы будете куда менее болезненно реагировать на то, что вам кто-то, отказываетесь. Вот, пожалуй, так я бы мог вам сказать с точки зрения психологии, с точки зрения психотерапии, с точки зрения моего опыта и так далее. Повторюсь, я повторюсь, что есть варианты. Может быть, речь идет не совсем об этом. Может быть, речь идет о, например, там, отношениях с кем-то или о незавершенности тех же отношений, допустим, с, ну, каким-то человеком. То есть, может быть, такая штука, может быть. Это реально. Такое, 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 такое реально. Но, так или иначе, нужно это, на мой взгляд, выяснить, прежде чем делать какие-то выводы. Вот, снижение значимости не происходит, на мой взгляд, просто так. То есть, снижение значимости может происходить только за счет увеличения значимости чего-то другого. Поэтому я бы, я бы не смотрел в сторону конкретно того, чтобы значимость чего-то снизить. А, ну, сейчас. А я бы смотрел больше в сторону того, чтобы значимость чего-то повысить. Вот я бы смотрел как-то больше в эту бы сторону. Понимаете? И тогда, на мой взгляд, у вас появилось бы куда больше шансов на то, чтобы действительно, вот, быть независимым. Ну, независимо от людей, да, которые, вот, на самом деле, могут вам отказать, которые, на самом деле, могут вам, ну, как-то вот, что-то такое, допустим. Ну, сказать, да, как-то вот вам, ну, отвернуть вас возможно даже, возможно даже, возможно, отвернуть. Вот. И, соответственно, это позволит вам как-то вот, менее остро на это реагировать. А, помимо этого, помимо этого, хочется зафиксировать еще и следующий, на мой взгляд, не менее важный момент. Заключающийся в том, что если вы демонстрируете человеку что-то свое, то есть, если вы демонстрируете человеку свою реакцию, если вы демонстрируете человеку себя, то есть, свой импульс, свой порыв, свои ценности, то отказ вам, хотите верьте, хотите нет, воспринимается совсем не так, как если вы пытаетесь, например, человеку понравиться. То есть, это вот очень, ну, очень разное это. Поэтому, вот я бы на эти вещи рекомендовал бы вам обратить свое внимание, конечно же. Если у вас у самой не получается, если у вас у самой не получится это сделать, да, то я бы рекомендовал, конечно, работу с психологом, я бы рекомендовал как-то вот поработать со специалистом, да, для того, чтобы эти моменты подкорректировать, для того, чтобы эти моменты, ну, фиксировать. Вот, и, соответственно, проблема будет решена. Ну, опять же, по-моему мнению. Да? Вот. На этом все. Я надеюсь, что вам это было полезно, надеюсь, что вам это было интересно. Я хочу пожелать вам всего самого доброго, удачи. Обращайтесь за помощью. Вам она, в смысле помощь, пригодится. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok